Ежегодно в Забайкалье в день празднования иконы Божьей Матери с поручницей грешных проходит крестный ход от Ильинского храма села Урлук до старинного монастыря, основанного преподобным Варламом Чикойски. Традиция эта зародилась полтора века назад и не угасла до сих пор. В этом году и сам Варлам святыми мощами прибыл в обитель ровно через 200 лет после того, как впервые пришел на это место. В середине XIX века жители Орловской губернии спасались от эпидемии холеры, притекая в Одрин монастырь к образу Пресвятой Богородицы с поручницей грешных. Спустя полтора века люди вновь взывают к соступничеству Царицы Небесной от современных духовных и телесных эпидемий. С поручницу забайкальцы чтят особо с тех самых пор, когда чудотворный список знаменитой иконы появился в Кяхте. И еще один список кяхтинские купцы крестным ходом принесли в Чикойский монастырь, основанный преподобным Варламом. С тех пор традиция крестного хода на споручницу сохранилась. В любую погоду, в любые времена и даже богоборческие, несмотря на крутой подъем и бездорожье, люди идут около 10 километров в монастырь, помолиться, поклониться Богородице, приобщиться к благодати Божьей. В этом году совершилось без преувеличения историческое благодатное событие. Ко дню празднования образа споручницы грешных в монастырь из Читы прибыли святые мощи основателя обители, забайкальского пустынника чудотворца Варлаама Чикойского. Мощи провезли по приходам епархии, где преподобного Варлаама встречали с горячей любовью и радостью, как долгожданного родного человека. Какой бы приход мы ни посещали, будь то Хохотуйский, Хилок город, или же Пхегин Хилокского района, в любом из этих храмов и приходов люди встречали и радовались вот этой неподдельной радостью. Когда мы были в храме Жон Мироносец, это село Малита Петровского района, делегация сопровождения должна была сменить. Петровские оставались у себя, Чикойские пребывали, как бы перенимая эстафету. И вот этот момент, его нельзя никак не отметить, потому что эту радость сердце мое ощутило вот таким ликованием неподдельным, которое вот просто, ну как еще передать, не знаю. При нас мощи из Зимали Варлаама, мы со слезами, конечно, были, когда его увозили от нас. И вот наступил этот момент, все-таки через 18 лет, наступил этот момент, когда мощи к нам вернулись. Но радости, конечно, я не могу передать это даже словами, какая была радость у людей. Столько народу было, храм был переполнен, на улице был народ. Все просто, знаете, ликовали, ликовали, со слезами, плакали. За день до крестного хода мощи прибыли в монастырь. Ровно через 200 лет после того, как преподобный пришел на это место. В 1820 году тогда еще простой бродяга Василий Надежин пришел на это место. 25 лет монашеского подвига, пламенной молитвы, служения Богу, стяжения святости, и вот отшельник, Сегодня монастырь переживает второе рождение. По старым фундаментам восстанавливаются здания, заложенные монахами в 19 веке. Это будет гостиничный корпус паломнический. Планируется пока первоначально, первый этаж будет, там, трапезная небольшая, значит, библиотека, музей, ризничная. Ну, также будет там и гостиная, и второй этаж, значит, будет тоже как келейный корпус. А это вот банный, банный праздничный будет корпус. Купель будет восстанавливаться. В этом году погода благотворила крестоходцам. Не было ни зноя, ни дождя. Словно сам преподобный Варлаам позаботился о паломниках. Он встречал их в новом строящемся храме, а они, как к живому, изливали ему свои нужды, потому что по опыту знают, что святой Варлаам Чикойский – скорый помощник. Мощи преподобного Варлаама останутся в монастыре на все лето, до Дня обретения, а затем вновь отправятся по многочисленным приходам Забайкалия. По инициативе митрополита Читинского и Петров Забайкальского Дмитрия отныне это будет совершаться ежегодно. За год преподобный Варлаам сможет посетить не только юго-западные, но и все другие приходы митрополии. Как полтора века назад родилась традиция крестного хода к Иоанно-Притеченскому монастырю, так и ныне, к радости всех забайкальцев, рождается новая традиция годового крестного хода святых мощей преподобного Варлаама Чикойского по приходам Забайкальской митрополии.